На эту экспертизу меня пригласил директор одного из предприятий нашего города. Он пояснил мне, что после ремонта кровли перекрытие потолочное начало промерзать, и на потолке стали появляться влага в виде капельной течи. Когда я поднялся на кровли, то увидел, что на кровли очень много мест, где влага от атмосферных осадков застаивается. Хотя после последнего дождя прошло около недели. То это свидетельствовало о том, что влага постоянно скапливается на крыше. Вот что хорошо видно на фотографии номер один. Вот на фотографии номер два мы видим ту же самую картину, что влага скапливается на крыше в виде таких линз. Кроме того, я обратил внимание, если вы внимательно посмотрите, увидите, что кровля неровная. Как бы такими покатыми вещами идёт подъём, опускание, подъём, опускание. Как шпалы будут уложены на крыше, то и большие неровности на крыше. То есть свидетельствует о том, что кровельный материал перед наклейкой не раскатывался. По нормативам положено, чтобы он вылежался немножко. То и раскатывается придольки, а потом уже наклеивается. Но этого не делалось. Видимо, скорее спешили, не раскатали и начали наклеивать работники. Вот на фото номер три то же самое. Видим скопление влаги и неровности на крыше. Влага даже и не может уходить, поскольку уклон кровли не был соблюдён. То и при дожде влага вместо того, чтобы она с кровли уходила, она там скапливалась в виде блюд. Вот ещё одно фото номер четыре. Тоже посмотрите. То же самое всё. Вода скапливается, с кровли не уходит. На кровли большие неровности. Вот на фото номер пять видно прекрасно, что на кровли значительные неровности. Вот идёшь по кровли, нога проваливается. То есть свидетельство о том, что на кровли внизу был уложен влажный утеплитель. Когда начинается тёплый период времени, пары, они вот так и сдувают кровлю. Вот поэтому хорошо ощущается, когда по кровли идёшь. Вот на фото номер шесть вы видите, что на кровли трещины образовались. Отчего они образуются? А это вот разрывы кровли от того, что внизу скопилась влага. При жарких днях появляется пар. Он вверх поднимается, деваться ему некогда, и он начинает разрывать кровлю. Потом в следующей осадке через кровлю проникает влага опять же в этот же утеплитель, который внизу опять начинается тепло. Опять пар появляется, ещё больше разрывает. И так пока всю кровлю не разорвёт. На фото номер восемь мы видим, что к вертикальным поверхностям гидрационный материал кровельный, он приклеен неплотно. То есть там зазоры большие. При косом дожде туда затекает влага. А куда она идёт? Она идёт в кровельный ковёр. А потом мы видим прекрасно с вами большие неровности. Это всё там утеплитель намокает, убирает в себя влагу, пока холодно. С той только жарким дням он начинает испаряться. Пары деваться некуда, они начинают рвать кровлю. Вот на фото номер восемь мы видим, что не только влага скапливается на крыше, но и на боковой поверхности парапета мы видим, что кровельный гидрационный материал приклеен очень плохо. Везде вздутие, неровности большие. Это говорит о том, что штукатуривание парапета выполнено плохо. Материал, видимо, кровельный не был подготовлен как положено. В результате его не могли плавно раскатать. И вот приклеен с такими ужасными дефектами, что является грубейшим нарушением свода правил кровли. По результатам экспертизы мной было составлено заключение, что данная кровля выполнена с грубыми нарушениями требований нормативных документов. Значит, утеплитель находится в улаженном состоянии и необходимо выполнить работы по его переделке. Значит, там долго тоже был судебный процесс. Назначалась судебная строительно-техническая экспертиза. Я уже поручала другому эксперту, который полностью мои выводы подтвердила. И с подрядчика была взыскана сумма на работы по устранению дефектов. Сумма довольно значительная. Подрядчик понес большие убытки. Вот так в результате халатного отношения к самым обязанностям никто не следил за рабочими. Что они делают, подрядчик понес большие убытки.